Так, сегодня расскажу про мопед Альфа Миллениум. Это новая модель мопеда Альфа, она идет обновленная. Здесь идет обновленный дизайн, то есть у нас новый щиток для фары, обтекатель фары. Здесь у нас также дополнительные ребра для обдува двигателя. И снизу у нас идет плуг, чтобы с встречным потоком воздуха также двигатель обдувался. Так, сзади также идет немного другое сидение и задний обтекатель тоже другой. Но по документам он идет до 50 кубиков. Коробка у нас идет 4 передачи, круговая коробка 4 вверх, 4 вниз, то есть можно в любую сторону передачи переключать. Стартер у нас идет электростартер и также ручной стартер, кикстартер, то есть можно завести без аккумулятора, вообще пользоваться без аккумулятора. Так, карбюратор у нас идет ПЗ-19 с обычным ручным подсосом механическим, то есть не тросиком нужно будет, а обычный подсос. Такой даже удобней. В подвеске тут у нас идет обычная вилка спереди, сзади у нас идет регулируемая вилка, то есть вы можете поджать, сделать помягче, либо пожестче. То есть если вы возите большой вес в багажнике, либо пассажиры возите, можете сделать пожестче. Так, по тормозам. Здесь у нас спереди гидравлические тормоза дисковые, сзади у нас идет барабан. Колеса у нас идет 17 дюймов, литые диски идут. Протектор больше для асфальта, но в принципе бездорожье тоже справится. По освещению здесь у нас все идет светодиодное, как спереди стоит светодиодная лампочка на ближний и дальний свет, так и сзади у нас освещение все светодиодное. Поворотники также все светодиодные. Также у нас идет новая приборка. Здесь у нас показывает скорость, передачи, поворотники и одометр также есть. И уровень топлива тоже показывает. Привод у нас идет цепной. Цепь защищена защитным кожухом. По сидению. Здесь у нас идет достаточно удобное сидение. Оно не противоскользящее идет. Удобно сидеть. И для второго пассажира, и для водителя все очень удобно. По подножке, кстати, здесь очень удобные подножки. Они широкие, и также можно положить какой-то груз, ну, багажник поставить. По органам управления. Здесь у нас идет гидравлический передний тормоз, здесь у нас идет сцепление. Здесь зажигание включается, выключается. Здесь свет. Выключен свет, габарит, ближний свет. Здесь стартер у нас. Здесь сигнал, поворотники и ближний и дальний переключаются. Места, в принципе, вполне достаточно. Мопед достаточно легкий и ощущается легко. Для второго пассажира также достаточно места. Напомню, что тут очень удобные подножки. Так, напомню, что мопед стоит всего 49 700, но внешний вид очень современный. И за эту сумму вы получаете полноценный мопед с красивым внешним видом, с хорошим щитком приборов. Тут все современно уже стоит. Так, сегодня я расскажу про мопед Vortex. Цена его 50 900. Это стандартный мопед типа Альфы. Он идет без ПТ-ски, но также можно ездить по дорогам общего пользования, так как он по объему двигателя идет до 50 кубиков. Стартер у нас электро и кикстартер. Ножной стартер тоже есть. Бензин у нас подается через карбюратор. Здесь у нас также механический подсос, то есть поднимаете, когда заводите и опускаете, когда двигатель прогревается. Сзади очень удобный багажник. Вы сможете кофр поставить и по бокам с двух сторон также стоят багажники. То есть сюда можно что-то положить. В принципе, можно хорошо загрузиться и увезти. По сиденью. Здесь стоит очень удобное сиденье. Также место для пассажира и для водителя. Оно очень мягкое идет. Очень комфортное. По подвеске. Также задний амортизатор у нас идет регулируемый, то есть вы можете поджать по жесткости, сделать помягче, либо по жесткости. Так, привод у нас также цепной. Здесь стоит защита цепи, чтобы цепь лишний раз не маралась, чтобы порежем на баловой смазывать. В принципе, очень удобно. Натягиваться цепь также вот такими вот натяжителями. Вся конструкция простая. Так, коробка. Здесь у нас идет четырехступенчатая коробка передач. В круговую они все переключаются. То есть можно переключать хоть вправо, хоть влево. Хоть вверх, хоть вниз. Здесь у нас стоит классическая круглая фара с обычной лампочкой. То есть вы такую лампочку везде, в любом магазине найдете, даже если где-то у вас по дороге перегорело. В поворотниках тоже стоят простые лампочки. Все очень доступно, удобно. Так, по органам управления здесь у нас стоит справа тормоз, ручка тормоза, слева ручка сцепления. По переключателям здесь у нас ближний и дальний, поворотники, сигнал. С этой стороны у нас свет выключен, габарит и ближний свет. Здесь у нас идет стартер по щитку приборов. Здесь у нас тахометр, здесь спидометр. Здесь показывает пробег, здесь суточный пробег показывает. Здесь у нас показывает передача, на которой вы передвигаетесь. Здесь стоит замок зажигания. Так, по посадке. Это, в принципе, классический мопед. Он очень удобный. Тут, в принципе, большинство мопедов создано на этой базе. Все, рама, подвеска все такая же. Этот мопед отлично подойдет для сельской миссии. То есть у вас все закрыто. Что колодки в барабанах, что цепь, все закрыто. И, опять же, для багажа все очень удобно. Хоть на рыбалку, хоть куда, соберете все, можно будет положить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!